ТРАССА СТО ОДИН Приветствую в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Сегодня вступает в силу поправки в закон об ОСАГО, вводящая приоритет ремонта над денежной выплатой. Касается это, напомню, только физических лиц. Деньги можно будет получить в случае тяжких последствий ДТП, серьезного вреда здоровью водителя или его гибели. Новшество распространяется на полисы автогражданки, оформленные после 28 апреля. ТРАССА СТО ОДИН Если водитель не нарушает ПДД и не получает штрафов, на ОСАГО ему нужно предоставлять дополнительную скидку. Такая инициатива обсуждается в Министерстве финансов. Дополнительную значит плюсом коэффициент бонус-малус. Однако не все так радужно. Одновременно Минфин говорит о либерализации тарифов автогражданки, то есть об увеличении разницы между нижней и верхней ценовой планкой. ТРАССА СТО ОДИН Определены победители очередного конкурса «Автомобиль года в России». Награда вручалась в 23 номинациях. В классе «Городские автомобили» первое место досталось «Киа Пиканта». В малом классе лучше оказалась «Лада Веста». «Форд Фокус» российской сборки взял пальму первенства в сегменте малый-средний класс. «Киа Оптима» в среднем классе. «Шкода Суперб» – лидер бизнес-класса. «Мерседес Бенц С-класса» нет равных в представительской категории. Компания «Вольво» запустила в серийное производство новое поколение кроссовера XC60, который будет продаваться и в нашей стране. Машина получит новые бензиновые моторы мощностью 254 либо 320 лошадиных сил, а также 190-сильный или 235-сильный дизельный агрегат. Трансмиссия – восьмиступенчатый автомат. Будет также гибридная версия с отдачей 407 лошадей. Такой двигатель разгоняет авто до сотни за пять с небольшим секунд. Максимальная скорость, ограниченная электроникой, 230 км в час. Трасса 101. В недалеком будущем двигатели автомобилей будут работать только на высокооктановом бензине, считают эксперты. Для достижения минимального количества вредных выбросов в атмосферу, по их мнению, достаточно октанового числа 114. В связи с этим многие автопроизводители уже сейчас бьют тревогу. Нововведения убьют уторсель. Оппоненты же указывают на альтернативу – электромобили. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.